Он построил вот этот замечательный конгрессный центр. И это не только конгрессный центр, это еще и в этом музее представлены все автомобили, на которых он когда-либо катался, в составе любых команд. Начинается экспозиция. Здесь хранятся две очень важных реликвии для Астурии. Это крес ангелов и... Привет, друзья! Сегодня прогуляемся по Авьеду. Это столица автономного сообщества Астурии. И начинаем мы с горы Наранку. Собственно говоря, отсюда и началась история этого города. Потому что Астурийский король Рамир I здесь решил построить себе дворец. Ну и как иногда такое бывает, дворец не достроили и перестроили его в итоге в церковь. И эта вот церковь, она относится с точки зрения архитектуры до романскому периоду. И находится здесь на склоне. Ну а мы находимся на самом верху. И здесь установлен монумент Святого Сердца Иисуса. И здесь действительно открывается панорама на 360 градусов. Мы видим перед собой, как на ладони буквально, город Авьеда со всеми его достопримечательностями. Там видно и исторический, например, собор, и природный, например. Абсолютно фантастический парк Сан-Франциско. Ну и, конечно, современную архитектуру Калатрава мы тоже отсюда видим. Мы также видим океан и видим даже соседний город Хихон, который, собственно говоря, на побережье и находится. В общем, место со всех сторон абсолютно прекрасное. И замечательно начинать именно отсюда. Что касается, кстати, дороманской архитектуры, то Авьеда считается таким центром, где сохранилось наибольшее количество довольно примечательных образцов. Помимо вот этой церкви Святой Марии, которая некогда пыталась стать дворцом, здесь есть также церковь Святого Михаила Сан-Мигеля, которая все-таки была специально построена как дворцовая часовня. Этим же самым королем Рамира Первым. Кстати, что касается первой столицы Астурии, то это город Кангас-Деонис. Мы там были вчера. Ну а для вас мы там были в прошлом эпизоде. Так что, если не видели, то обязательно посмотрите. Ну а сейчас усаживайтесь поудобнее, потому что будет жутко интересно. Город очень привлекательный. Ну и, как вы видите, довольно жилотисный. Конечно, рассказ о городе не будет настолько красочным, если не упомянуть о его знаменитых уроженцах или жителях. Нашим с вами современником и уроженцем города Авьеда является замечательный автогонщик Фернандо Алонсо. И здесь есть даже его музей. В этом музее представлены все автомобили, на которых он когда-либо катался, в составе любых команд. Начинается экспозиция с самого первого карта, который сконструировал для Фернандо его отец. Точнее, он его сначала сконструировал для его сестры, а потом переделал для Фернандо. И мы видим такие надставочки на педали, потому что маленький Фернандо тогда еще ножками не доставал. Выполнен этот карт в цветах Макларен того времени, когда на нем гонял Эртен Сена. Это был кумир юного Фернандо. Ну, Фернандо далее продолжил свою карьеру в картинге. И в итоге в 1996 году в возрасте 14 лет на карте с номером 14 выиграл мировой чемпионат среди юниоров. И с тех пор 14 это его фирменный номер. Ну, потом, естественно, как и любой юниор, он хотел стать взрослым гонщиком. И сначала попал в Формулу Ниссан, а далее в Формулу 3000, которая является такой ступенькой, последней ступенькой в карьере гонщика на пути к Формуле 1. И вот далее уже он попал в команду Рено, который он, естественно, очень здорово отличился. Отличился он в 2005 и в 2006 году, когда Рено получили кубок конструкторов. Ну, и, естественно, Фернандо приложил к этому и руку, ну и, конечно, ногу, которая жала на газ, и не жала на тормоз, видимо, так. Хотя, наверное, в нужные моменты все-таки иногда нажимала на тормоз. Но карьера в Рено должна была завершиться, потому что у Фернандо были иные планы. Сначала он попал, конечно, в более именитую команду Феррари, там откатал 4 года. И здесь представлены абсолютно все автомобили, на которых он катал. Ну, а потом сбылась мечта, детская мечта. Он попал в команду своего кумира Айртена Сены, то есть в команду Макларен, где тоже довольно успешно выступал. И здесь в том числе представлен последний автомобиль в очень такой специальной ливреи оранжевой, на котором, собственно говоря, он последний сезон для Макларена и откатал. Здесь, помимо машин, кстати, представлены еще и костюмы, в которых он выступал, и шлемы. Что касается шлемов, очень интересно. Вот я, на самом деле, об этом не знал, что, оказывается, шлемы имеют раскраску в зависимости от гонки. И вот, в частности, для Гран-при Монако в составе команды Феррари у Фернандо был золотой шлем. Точнее, были золотые шлемы, потому что это, ну, как бы такая самая лакшери-гонка, самая такая понтовая. И вот он катал Монако в золотых шлемах. После ухода из Макларен он добился еще одной цели, которую перед собой ставил. Это участие, ну, и, соответственно, победа в гонке Лиман. То есть гонка 24 часа по кругу. Это, конечно, какое-то сумасшествие. Я не представляю, как это вообще все выдержать. Но вот Фернандо и тут отличился. И здесь представлены пара автомобилей с этих эндуранс-гонок. Ну, и также он участвовал и в ралли. Ну, вообще, человек катался на всем, у чего есть четыре колеса. Здесь же, там, команда Тойоты. Такой грузовик-недорожник, на котором он участвовал в ралли по пустыне. Ну, а сейчас, как вы знаете, он выступает за команду Астон Мартин. То есть он снова в Формуле 1. И снова мчит к победам уже на максимально современном автомобиле по сравнению с теми, с которых он начинал. Потому что эволюция, конечно, этой техники, она просто поражает. Замечательный музей. Очень информативный, очень красочный, яркий. Поэтому окажетесь во въеда. Даже если вы не увлекаетесь гонками. Собственно, я не увлекаюсь. То обязательно посетите. Потому что определенное удовольствие получите. И за счет дизайна этих чудесных средств для передвижения. Если можно вообще об этих машинах так говорить. Да, ну и кстати, что касается Фернандо Алонсо. То у него здесь есть не только музей. Здесь даже улица названа его именем. Ну и справедливости ради нужно сказать, что во въеда названа улица по имени. Также еще одного персонажа, более близкого нам. Это Патрисия Уркеола. Она тоже уроженка. А въеда знаменитый дизайнер, который очень много работает с итальянскими брендами. Начала свою карьеру, можно сказать, здесь. Ну а потом уже отправилась учиться в Милан, где, собственно говоря, и застряла. Переместимся в центр Авиеда. Надо сказать, что он довольно милый. Милый он по нескольким причинам. Первое, он довольно зеленый. Второе, он очень чистый. Ну, в принципе, Авиеда чистый. И он несколько раз признавался самым чистым городом в Испании. Он довольно прохладный, поскольку это все-таки север. Поэтому очень комфортно гулять и обозревать всякие разные достопримечательности. Ну, во-первых, архитектуру. Она тут разная, более современная, более классическая. Опять же, что-то в ней есть такое северное. Я бы даже сказал, нордическое, скандинавское. И очень много какой-то малой архитектурной, точнее, малой скульптурной формы. В общем, тоже в абсолютно разных стилистиках. Какие-то такие спорные вещи есть. Но много достаточно милых и, в общем, вполне себе уместных. Ну, а если вдруг вы захотите освежиться, то нужно сообщить очень важную вещь. Заключается она в том, что Астурия не является винодельческим регионом. Здесь традиционный напиток – это сидр. То есть здесь, видимо, очень хорошо растут яблоки. Ну, однозначно очень хорошо растут. Когда вы захотите освежиться, есть даже целая улица, которая называется Бульвар Сидра. А пока мы туда идем, расскажу о нашем гастрономическом опыте. Потому что еще одна важная информация заключается в том, что Вьеда является гастрономической столицей 2024 в Испании. И мы посетили ресторан из Красного Гида. Очень неплохой. Опять же, интерьер такой более северный. Я бы сказал, немножко, наверное, даже бельгийский. Ну, очень приятный. И очень приятная кухня. Ну, и, конечно, очень приятный ячек. Потому что мы прошлись по тапосам. И, да, еще важный момент заключается в том, что порции здесь достаточно крупные. Поэтому не горячитесь. Попробовали русский салат. Ну, это как бы такая испанская вариация на тему оливье. Только делается с тунцом. Попробовали салат из различных видов помидоров и арбуза. Было очень неплохо. Артишок гриль абсолютно замечательный. И также был неплохой нем. Это такое вьетнамское блюдо. Ну, точнее, его испанская интерпретация в сочетании щечек свинины иберийской и креветок. Ну, в общем, все это закончили еще чизкейком. Чизкейки здесь на севере тоже прекрасные. Знаменитый баский чизкейк. Чего только стоят. В общем, на всякий случай, как всегда, ссылочку оставлю в описании. Будете здесь. Обязательно попробуйте астурийскую кухню. Хорошую гастрономию. Ну, и сидр, безусловно. Одной из главных достопримечательностей исторического центра Авьеда является, естественно, собор. Собор Сан-Сальвадор. Сан-Сальвадор, то есть цветового спасителя Авьеда. Он появился здесь достаточно давно. Это один из самых старых соборов в Испании. Появился он здесь в 767 году. Потом был перестроен. И, опять же, как всегда это бывает, достаточно долго строился. Поэтому он в себя вобрал черты и романской архитектуры, и готической, и даже немножко барокко. Здесь хранятся две очень важных реликвии для Астурии. Это крес ангелов, который был подарен королем Альфонсо II. Вот, кстати, его памятник стоит слева от входа. И также, возможно, главная астурийская реликвия – это крест Победы. То есть астурийский крест, который красуется на флаге, на гербе. Ну, собственно говоря, мы его вчера также видели подвешенным. Его копию видели подвешенной на Римском мосту в городе Кангас-де-Онис, который был первой столицей Астурии. Довольно интересный храм. Есть музей с большим количеством религиозного искусства, религиозных каких-то реликвий. Милый клуатор. Клуатор мне почему-то вообще всегда очень нравится. Может быть, за счет драматичных теней, которые отбрасывают вот эти вот замечательные колонны и арки. Ну, в общем, рекомендую посетить. Место приятное. Здесь же рядом на Соборной площади находится музей изящных искусств Астурии. И он представляет из себя интерес именно за счет архитектуры, которая сочетается в историческую и современную. То есть, по сути, за старые фасады спрятали новый современный объем, в котором, собственно, и расположилась эта коллекция. Очень интересное здание. Сейчас закрыто на обед. По-моему. Ну, в общем, мы туда не пойдем. Но будете здесь обратить внимание на здание и, возможно, на коллекцию искусства. Также здесь есть еще довольно симпатичный рынок. Ну, я имею в виду симпатичное здание. Сам рынок, ну, как рынок, как всегда. Помидорки, огурцы, хамон и так далее. Не самый выдающийся с точки зрения ассортимента рынок. Есть центральная площадь. Ну, это не Плаза-майор в классическом нашем понимании, в классической планировке. Это площадь Конституции. Ну, там находится мэрия. То есть, вот она выглядит такой классической испанской мэрией. Но, тем не менее, очень интересно поразглядывать просто фасады, прогуляться по этим историческим улочкам. Здесь действительно какая-то очень милая, такая умиротворяющая атмосфера. Ну, если понадобится еще больше каких-то достопримечательностей культурных, я уверен, что вы их здесь найдете сполна. Вот, например, можно заглянуть во дворик исторического здания университета Авьеда, который был основан в 1608 году. Ну, то есть, это не самый старый университет в Испании, но, тем не менее, довольно старый. На самом деле, центром города является не Соборная площадь или не площадь Конституции с мэрией, а центром является парк, парк Святого Франциска. И он действительно абсолютно потрясающий, потому что, во-первых, вдоль него идет променад, выложенный мрамором, и он очень симпатичный, он тенистый, и там действительно очень приятно. Приятно, естественно, и в самом парке, потому что здесь, опять же, есть и скульптура, здесь есть какие-то водоемы, здесь есть какие-то исторические артефакты, вот какая-то арка есть чудесная, и здесь есть цветочный календарь. Причем я реально не мог поверить, что они переставляют циферки каждый день. Но, блин, друзья, действительно переставляют, потому что мы здесь 3 дня, и каждый день цифры меняются. Когда они это делают, я не знаю, но это, мне кажется, очень круто. Конечно, еще круче было бы, если это был бы не календарь, а часы, и человек постоянно менял бы время. Но это уже из области фантастики. В общем, здесь очень мило и очень свежо. И в конце нашей прогулки по Лавьеду посетим здание, которое явилось, возможно, даже самой главной причиной, по которой я решил прокатиться в Астурию. Это конгрессно-выставочный комплекс, который построен по проекту знаменитого и великолепного валенсийского архитектора Сантьяго Калатравы. В 1999 году Сантьяго Калатрава, так же, как и Оскар Немейр, о котором мы разговаривали, вчера получил бремию принца Астурии. А несколько позднее, приблизительно в то же самое время, кстати говоря, как и Оскар Немейр, он построил вот этот замечательный конгрессный центр. И это не только конгрессный центр, это еще и гостиница. Вот этот узнаваемый то ли купол, то ли шлем в середине, это, собственно говоря, само пространство, где проводятся различные мероприятия. А вот опоясывает его такой прямоугольник без одной стороны, это, собственно, гостиница. И интерьеры этой гостиницы, помимо архитектуры, тоже проектировал Сантьяго Калатрава. Что еще интересно, что конференц-залы, которые находятся внутри гостиницы, они носят название зданий, построенных Калатравой в других местах. Ну, это, прежде всего, парк «Город наук и искусств» Валенсии. Ну, и также один зал называется «Торсо». Это его первый жилой небоскреб, который был построен в Мальме. Все это, конечно, выглядит абсолютно монументально, и все это выглядит абсолютно инопланетно. В этом контексте такой очень жилой застройки, ну, причем довольно такой простой, примитивной. То есть здесь нету, ну, по крайней мере, чисто визуально какого-то элитного жилья. Вполне возможно, то, что оно, благодаря вот такому соседству, имеет более высокую стоимость. Но выглядит все довольно примитивно, как, в общем, какие-то, ну, такие умытенькие хрущевки. То есть, в общем, как всегда, у Калатравы соседство такое довольно спорное. Точно так же, как и история возведения этого проекта, тоже довольно спорная. Потому что здесь были традиционные все атрибуты того, что сопровождает реализацию проектов этого архитектора. То есть здесь был перерасход средств, здесь были задержки сдачи и были какие-то ЧП. И, кстати говоря, об этом довольно подробно рассказывал на нашем основном канале фильме, который и посвящен творчеству Сантьяка Калатравы. Так что, если не видели, то обязательно посмотрите. И если еще не были подписаны, то обязательно подпишитесь. Также, если у вас есть какие-то проблемы с просмотром видео на YouTube, можете подписаться и на Дзен. Там публикуются все те же самые видео, которые выходят здесь. И там же публикуются видео, вышедшие значительно раньше. Поэтому можно еще и какую-то определенную ретроспективу нашего творчества отследить. Друзья, я надеюсь, вам понравилась наша прогулка по Абьеду. Я надеюсь, вам понравилось наше путешествие по Астурии. Если вы не видели предыдущий эпизод, то обязательно посмотрите. Потому что это очень разнообразная зона. Это очень разнообразная страна, земля. И мне кажется, она действительно незаслуженно, недооценена туристами. Ну, в том числе и нами. Мне здесь очень понравилось. И я обязательно сюда вернусь и вам рекомендую. И также я прошу вас порекомендовать это видео вашим друзьям. Потому что вполне возможно им тоже пригодится это знание о необычном месте, которое называется Астурии и абсолютно потрясающем городе, который называется Абьеда. С вас жирный лайк, что неприятное в комментариях. Мы увидимся в следующем путешествии. Пока!